Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Все нормально у вас? Немножко свет, конечно. Ничего. Во! Чудесно. Сегодня наша встреча получила такое название «Край высокого чистого». А такая подрубрика, подзаголовок «О войне, о друге, о любви». О войне. Что в ней может быть высокого чистого? Ну, конечно, это какая-то жертвенность. Вот. Если она есть, то тогда человек, который находится между любовью и ненавистью, между смертью и жизнью, вот, и даже в самых таких тяжелых и, может быть, грязных обстоятельствах, он иногда даже становится святым. О друге сегодня, ну, большинство в зале знает, что сегодня день рождения у Игоря Морозова. Это, пожалуй, один, а может быть, даже самый известный афганский бард, поэт. И именно поэтому сегодня происходит этот концерт. Я хотел бы обратить ваше внимание на тыльную сторону, тыльную сторону нашего зала. Оля, поднимись, пожалуйста. Вот. Ольга Первова, она принесла несколько буквально книг, вот, кому будет интересно, книги Игоря Морозова «Автоматы гитары». Мы с ним разговаривали, он дал ее мне подкастала в музей, 23 февраля подробный был разговор, а 27-го он умер. И принесли эти книжки мне, вот Оля мне принесла уже на прощание с Игорем. Конечно, мы к Гитаре вернемся неоднократно сегодня, он был моим другом, близким, надеюсь. Вот. И о любви тут комментарии излишни, что так говорить. Начнем, пожалуйста. Завтра все, а сегодня война, Завтра с родиной мы и с родными, А сегодня, сегодня, прости, старина, Если пуля, все это огни нет, Завтра будут дороги без мин, Тормоз, но и в кюме отоспаться. А сегодня с войною один на один, И сегодня обочином рваться, А сегодня с войною один на один, И сегодня обочином рваться. Завтра как оператор родной Нас пропустит бесплатно в сортиры, А сегодня отчизна за нашей спиной, Вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдет по рукам, Все вразмен, завтра топать по краю, Кое-кто без потока, Разменяется сам. Но кое-кто без поток разменяется сам. Но кое-кто разменяем, Как сегодня все просто у нас. И порой разжив, то счастлив, И на небо летим словно в первый свой раз, Завтра ты, как моряк, корабля, После шторма сошедший трамваям по сходням, И когда, как под ним, закачает земля, Не роняй, это наше сегодня. И когда закачает родная земля, Не роняй, это наше сегодня. И когда закачает земля, Не роняй, это наше сегодня. Общение из удивительной судьбы у песен. Следующая песня, она родилась буквально в начале моего пребывания в Афганистане. На пластинке, время выбрало нас, Она попала случайно. Я записал быстро беттеры, Никого не было рядом, Мне попросили записать еще одну песню. Потом она получила название «Бетонка» И очень сильно распространилась. Захар Майев, рокер такой, Достаточно средней такой известности, Вместе с Чижом, Уже известный бас-гитариста Мазариса, Вживую записал на свой диск, На шоу в Америке, Играл там в Париже. Джазмен, композитер известный, Здесь ставили они спектакль джазовый, И там почти без инструментов, Сложнейшая аранжировка. Хотя, собственно, песня, Она, на мой взгляд, И текст у нее очень такой простой. И она о понятном простом. Я так хочу взглянуть в глаза твоих, Прикоснуться к тонким правильным губам, Но пока земля за рекой горит, Почта поливая в море по чьям, До бетонка храмает, Но бежит, что лишь от употыкается, Вся разбита, холёй до нас хранит. По такой природной, но шальной, Только вспомни у тебя весомный вид, За окном сразу улыбается, Ай, что вспоминай, Ты так сильно, ты где-то рядом со мной. А помнишь, как бродили мы ночной, Полочкой созидал мою обработи, Здесь же еще иной Звезды открыли мной, Через трапарет на пьете храм, А бетонка храмает, но бежит, Что лишь от употыкается, Вся разбита бронёй, до нас хранит. А там очень ровно и множай, Но только вспомни у тебя, И сонный вид за окном, И сразу улыбается, Ай, что вспоминай, Ты так сильно, ты где-то рядом со мной. Вот он говорит, не стоит мне, Береги всегда, и бреды сам не ввези, Там и без меня справятся вполне, Да без бетонки мне не обойтись. Пусть бетонка бежит, 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 Никогда не обещается, Нас бетонка почти всегда хранит, От полны неожиданное взрывно. Только где-то в пути выгнёт порой, А винист невысок со звездой, Значит, встал здесь на бег, товарищ мой, А остальное за мной, И витонка храмает, Но вижу, что лишь от употыкается, Вся распина броней до нас сохранит, От обучины ровной, но шальной, Долго вспомню тебя, И звездный вид за окном Сразу улыбается, Ай, что вспоминай, Ты так сильно, ты где-то рядом со мной. Пара-пара-пара-пара-пара, Пара-пара-пара-пара, Пара-пара-пара-пара-пара, Ты как-то рядом со мной. У меня песни были, ну, как и у многих, кстати говоря, Можно из них целый летопись составлять афганскую. Они были продолжением журналистики И практически с документальной точностью Или почти с документальной точностью отражали и географию, и имена, и события, которые происходили, потому что действительность там была значительно шире и богаче любого вымысла. Вот такая история случилась с моим редактором. Николаевич называется песником. Поехали мы тогда с пьянством и шутейно, Николаевича приятель честно заложил. Мол, начальник пил, а я человек и деньг, И богам таких нельзя, будут кутежи. Мол, начальник пил, а я человек и деньг, И богам таких нельзя, мол, будут кутежи. Мол, дорожно, чтоб мои принципы упряты В зарубежном далеке шлют из Минского Тот приятель загущал, распаляясь слякой По всему ему в Афган было небезон. Тот приятель загущал, распаляясь слякой По всему ему в Афган было небезон. Николаевич потерял должностную шапку, Бокс, и пусть уже не так, сердце чистота. Пусть Чернобыль за спиной, а он забрал пока Пусть вещи и в Афганистан, рапорт на года. Пусть Чернобыль за спиной, а он забрал пока Пусть вещи и в Афганистан, рапорт на года. Через годы полтора в Минск у вокзала Повстречались награждан. Смылся тот-другой, биркой при вокзальною Грудь его сверкала, дручей Николаевича красною звездой. Биркой при вокзальною грудь его сверкала, Дручей Николаевича красною звездой. Когда уже моя дочь вышла замуж, Зять привез откуда-то из своих лекций мне какой-то бутылочкой ликора, Я ему подарил сборник своих стихов, Зная, что он увлекается поэзией. И дочка пришла ко мне и сказала, Папа, знаешь, у тебя неплохие стихи. Я удивился, она, собственно, росла на этих стихах, на этих песнях. И она мне поясняла, говорит, Дело в том, что музыка часто забирает у стихов свой смысл. И после этого я подумал, согласился с ней мысленно. После этого я стал некоторой своей песней. Практически все мои стихи – это песни. Почти. Почти. Но я их стал просто читать. Тут есть такое стихотворение «Диссонанс». Ну что, братва, махнем на боевые походку риск. Жалище нипочем, все нипочем, когда мы молодые. И рядом есть надежное об плечо. В политотеле нас собралось трое. Нас трое обычный у двоих ребят. А мне впервой, и если не героем, То славным парнем чувствовал себя. В дежурке телефон привычно звонко заголосил на весь политотдел. Случайный разговор, порыв москоком. Шарьным осколком в памяти засел. У телефона Вишкин и Пасхольский. Вдруг из Ташкента кто-то попросил билет пробитый пулей. В Комсомольский. В музее. Нет-нету, Боже упаси. И пауза. Да нотки деловые у Вишкина звучат. Хоть не люблю я обещать. Сейчас на боевые. И твут-вут-ву. Ну, а будет что? Пришли. В музее том. Бывал я до Афгана. Бродил по гулким, залом не спеша. Не чувствуя подвоха и обмана, Дышала чистой святостью душа. И вот пихнули в спину досад коса, Как галю хмалью вмиг обволокло, Как будто кто-то перед самым носом Вдруг садану музейное стекло. Представил зримо некто деловито, Вздохнув для вида, Хоть подкожно, рад, рассматривая. Пулею пробитой, облитой кровью Редкий экспонат. В глазах почти звучит мотив печали, Почтительно движения тяжелы. Едва поймешь, что смерть этой ждали, Когда еще мальчишка был живым. Эх, Вишкин, мы с тобой исколесили Потом немало огненных дорог, Под Кандагаром вместе грязь месили, Ведь ты мне дорог и не так уж плохо. Тебе бы легко жить в иных рассказах, Где свят приказ и тьма смешных проказ, Где свечную улыбку, чумасы, Салагу выручал меня не раз. Но помня случай тот, В себя смотрю я, Когда ж твои слова и мне в упор, Упорно в сердце черствость я горчую, А динамитом давний разговор. Шкула прям пересыхает, не могу. А можно мне еще стаканчик теплой воды? Просто теплой воды. Противно. Я думал сегодня привезти какие-то фонограммы, Там вот есть ряд таких знаковых для меня песен, Фонограммами, Но потом решил отказаться. В общем, конечно, Авторы-исполнители иногда пользуются их всем, Своим богатством. Но думаю, раз стихи, И так будет уже некая пестрота. Тоже вот такая зарисовка, Причем я захотел даже оставить там прямую речь, Такой, какой она была. И называется песня «Случай в госпитале». Такие истории, они похожи даже на легенды, Которыми полна, кстати, была афганская война. Но вот эта история, она случилась в жизни С Павлом Пашкой Ларионовым, Павлом Федоровичем Питерцем. И он действительно считает, что эта девочка спасла его жизнь. Пашку сорвало с брони фугаса, Вжало меж камней взрывной волной. В первый раз очнулся парень сразу В госпитале только во второй Шевельнуть рукой, Ногой бессилен вместо тела Огненная сыпь, А вокруг одна другой красивей Бегают хоть от лави до всыпь, Только где уж даже речь овечь я, И не смог он в пленях возразить. Тот девчонки, севший на предплечке, Эх, девичья медсестричья, прыг, А она попавилась, И мил она, Ладонь гнездилась, Как на стуле, Десять дней собрался Пашка с силой Пальцы под курносы И шевельнул. Вмиг взлетело Несколько бащок Клёстки хоть и маленькой рукой Залепила Только между прочим Пашка был Развязки рад такой Ведь потом Всего Исценовала Склепая Господи Ожил Улыбнулась Как ребенок Малый Здорово Придумала Скажи Па-да-ду-па-па-па-па 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 Аплодисменты Спасибо большое. Следующая песня «Разговор с брунетранспортером». И он здесь очень вовремя важно вспомнить об Игоре Морозе. Он тогда уже был достаточно известным. Бардовна написался Ужарят своих таких больших песен. Но Это был какой-то фестиваль По-моему, в Подмосковье. Может и нет даже. На каком-то из фестивалей Он Первый приехал Взял для нас Мы еще не видели с ним ни разу Двойной номер И сразу же начал общаться со мной Как не просто со своим другом Как с братом Просто вот по-свойски И он Чтобы было понятно все Он рассказал прямо про Беттер Как они пили Этот Беттер Со своими каскадерами Там с особым чувством Понятно, что он пил Вот И Ну, в общем Мы стали сразу Вот без всяких предисловий Без всяких вот Как обычные вот Люди находят друг друга Потихоньку Проникая Вот А у нас как-то это все Вот мы встретились уже друзьями Да И последняя весть об этой песне Об этой песне Вот Еще не было вот этой спецоперации у нас Но Я видел в интернете Как-то зацепил Сделали ребята с Донецка Вот Про свои уже правда Беттеры Они уже были не 60-е Вот Но прямо вот Беттер и под эту песню Такая подложка была видео Разговор с бронетным спартером Карбюратору как и легкий Не хватает И с народа Нет ни моих Ни наши пенки сей Рулям Модом И пинтами Радет Ладони И взял же Моду Ну что Стеснится Я же тебя просил С мылью Вот Солба Спал Затем Глаза Их Распитает Камни Жены Раскрызают Рыск Тошно А не станьи так тонко Ты же поверни Четка Да Держись Ведь сам И чекнись А в таких делах Мы все седуем Я не дотратимая Раня Крепко Обмен И раз Целую Точно Морду Мокру Ну коня Может За этим Морду Поворотом Рад Каждалась Кулеметом Это Будто Молчаливая Гора Бронежилета Чуть не попадила Прямо Под горло Буря Прошила Горь Упрошился Наши Батвора Как он Рисково Прыгал На водах Живем На танце Что не Забота Слава Бетер Тебе Беззавод Снову Жили мы Сколько Меже Чем Братья И умирал На твоих Объятья Мода Ты носишь Макс На травы Стекло Подойдем А И все Седую Это Ради Моя Проня Крепко Одну И раз Целую Точно Мургу Мукрую Коня Впереди Затаркнувший Заглоп Площадок Роняй Теперь Там Лопот Думала Чага Но Сам Ее Попер Только Держаться Надо Держаться На Перепаре Там Отдышаться Ты Ведь Все Можешь Бог А Не Транспортер Наверка Турекут Тысячи Метров Все Я Забуду Про Солнце Ветры Буду Как Магет Возле Твори Гором Черт Слуха И Воду Последний Начал Чаран Только Ее Пыли Всю Седу Я Литер Родина Я Браля Крепко Обниму И Раз Целую Точно Моргу Мокрую Гоня Крепко Обниму И Раз Целую Точно Моргу Мокру Гоня Игорь Играл Сколько Там Играл 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 Ну вот В гнезде Глухаря Я слышал Пару Записей Вот Только Одной Песни Дорожный Знак У нас В Шиндаде Был Такой Самодельный Дорожный Знак Танков Произопрещен Вот И сделан он Весьма так Безискусно Перед Выездом На Аэродром Чтобы не разбивать Плиты Понятно Вот Посадочные Полосы И конечно же Никаких Границ У знаков Не было Однажды Я вдруг Понял что Нету Границ Он стоит Как бы Почти для Всей земли Ирин Почти А для Всей земли Ну и Появилась Кесня Здесь Здесь Дорожный Знак Не в законе Есть Один И тот Не в дугу Нарисован На белом Фоне Там В нелепых Красном Кругу Дальше Пучишь Сядь За баранку Не в колесах Груст На плечо Но нельзя Кататься На танках Танкам Здесь Проезд Запрещен Но нельзя Кататься На танках Танкам Здесь Проезд Запрещен Там Ведь те Что стали Рапами Стянуты С дороги На край С нецелованными Губами Отправлялись Мальчики В рай Сколько Белисков Испашин На дорогах Этой Земли Скольких Скольких Мальчиков Наших Под броней Не Уберегли Сверху Глянь А можешь Сознанки Все чисты Их Тут Освещен Но нельзя Кататься На танках Танкам Здесь Проезд Запрещен Но нельзя Кататься На танках Танкам Здесь Проезд Запрещен Видно Видно Не Почти До Обложки Нет Границу Знака Навек Не Для Этой Только Дорожки Для Дорог Стоит Он Для Всех Мил Мил До Боли Мил С По Заранку Помолился Был Бы Крещен В нем Нельзя Кататься На танках Танкам В нем Проезд Запрещен В нем Нельзя Кататься На танках Танкам В нем Проезд Запрещен АПЛОДИСМЕНТЫ У Игоря Конечно Было много Таких знаковых Известных Весьма Песен Например Как монумент Такой Который Приехал Второй раз В Афган На вывод Он написал Такой Как памятник Покоренных Однажды Небесных Вершин По ступеням Обугленным На землю Сходим Под Прицельные Залпы Наветов И лжи Мы уходим 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 У него есть Самая известная Песня Наверное Баталюнная Разведка Вот Хотя Он Говорил мне Как-то Говорит Это Миша Песня Усталого Разведчика Но я не раз Видел Самого Игоря Который В финале Какого-нибудь Фестиваля Или вот Как Юра говорит Вначале Сейчас Вот такая Традиция Пошла Вот Это Последний Куплет Как Правда И все Вместе Дружно Баталюнно В общем От песни Усталого Разведчика Там Конечно Ничего Не осталось Вот Получается Такой Некоторый Ну Если В плохом Смысле Да Это Нет Гимн Да Конечно Ну И несколько Ресторанный Такой Вариант И Игорь Сам Тоже Он Так С таким Же Водушевлением Он Там Подливал Е Но Мне Вот Всегда Была Ближе Лирика Потому Что Именно Лирика Она Идет Изнутри Поэта Она Показывает Его Внутренний Мир И она Обращена Не к строю Не к Толпе Которая Стоит Там Вот Где-то На Почери Она Обращена От Одного Сердца К Другому Сердцу И Если Между Ними Что-то Происходит Если Между Ними Что-то Происходит Вот То Тогда И случается Вот Это Поэтическое Волшебство Этот мир Без тебя Просто Полы и скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень Здесь душманские буры Сперекут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Здесь душманские буры Сперекут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Этот мир без тебя Перечеркнут ракетой И погибшим друзьям Не закончился счет Здесь измерена жизнь Улименною лентой Караванной тропою И чем-то еще Здесь измерена жизнь Пулеметную лентой Караванной тропою И чем-то еще Этот мир без тебя После рейда усталость Недописанных песен Скупые слова Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Этот мир без тебя Неизмененный вечер Мир нежданных разлук И случайных встреч Этот мир без тебя Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Этот мир без тебя Он расколот войною Эхо выстрелов скачет По склонам груты Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отбыли Отопили я воды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары в столетни пыли Серой пыли и беды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары в столетни пыли Серой пыли и беды Дождь идет в горах Афгана По колонкам карамана Словно сур из карана Строчки тянутся с небес Дождь стучит по горным склонам По машинам, по вагонам И шепет на раскаленном Утомленном АТС Дождь стучит по горным склонам По машинам, по вагонам И шепет на раскаленном И шепет на раскаленном Утомленном АТС Дождь идет в горах Афгана Позабыт и желанный Палет светлая о доме Дальнем доме весне Я плясываю трияна Два без усы капитана Два танкиста И споглана На салатанной пролив Дождь идет И отплясываю трияна Два без усы капитана Два танкиста И споглана На салатанной пролив Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речкам манна Он, конечно, он, конечно Ни российский, ни родной Вместо эпоха взрывов злея Из созвездия водоленя На войну обрушил дождик Чистый дождь и королевной Вместо эпоха взрывов злея Из созвездия водоленя На войну обрушил дождик Чистый дождь и королевной Афгана Афгана Но о том, что он, как бы, Игорь Рузов Знает множество моих песен Причем таких песен, которые забыты мной И давно, как бы, не исполнялись Как раз после выпускной антологии Военной песни Такого подарочного Десантниками Афганцев из Новосибирска И Читы Они, как бы, подсобрали в видеоархивах Таких вот наших, наверное, где-то Рассказали таких песен Как бы на целый альбом И предложили мне его поднять Во второй части Во втором выпуске антологии Я размышлял, нужно ли это делать Потому что, ну, они просто были забыты И как-то у меня дома Игорь В 4 часа утра Есть такой Михаил Леонтик Вот он однако Он выпускал 80 страниц в неделю Кроме телевидения и всего Там журнал глянцевый И 5 своих статей В каждую неделю 5 своих статей аналитических Вот в 4 часа, как всегда, было некогда Его ждала машина Но он сидел дома И Игорь пел ему мои песни Ни одну, ни две, ни три Вот А Миша сидел и, в общем, никуда не торопился Только один раз он так на меня посмотрел Он знал, что я как бы Ну и, в общем, диспоедился Вот, как бы, высший пилотаж друга Который ни одного слова на свидание Убеждение или там ничего-то Он без слова абсолютно В общем-то Подарил мне самому Вот Такой диск И я сейчас Ну, не знаю Вот Юра считает, что музыкальное образование Иногда портит И Авторы-исполнители Значит Я их не пил Ну, в основном потому, что Не видел в них какой-то музыкального Какого-то вот зерна Сейчас я несколько спою и несколько песен из них оттуда Сколько у нас получается Нормально, успевай Сейчас тогда я Чего-то Ночью шачева Упаковывал подарки Попадил, видать, на совесть вражий ас Сделал он под сковородку Скороводку Весь опутанный ловушками футас Сделал он под сковородку Сковородку Скороводку Весь опутанный ловушками фугас Обнаружив утром адскую машину Под дорожной бетонной плитой Приказал, собер, укрыться всем лощину За посуду я ручаюсь головой Приказал, собер, укрыться, да укрыться всем лощину За посуду я ручаюсь головой Эх, рвануть бы, как инструкция глаголик Да не скоро вновь бетонку соберешь Боже, долг, да как заснул на минах, что ли Наконец, выходи, отрел на буш Боже, долг, да не заснул, эй Заснул на минах, что ли Наконец, выходи, отрел на буш Лишь под вечер буркнул Сняли без помарки Чтобы не думал, гад, что не найдет ключа Болзли ног, его в трофейной скороватке Пустный блин, миролюбиво зашкварчал Болзли ног, пить возле шноб Его в трофейной скороватке Пустный блин, миролюбиво зашкварчал Сюжет о последнем ране Меня одели в новую форму Я не знал, даже прямо по мне была летая Что такие размеры существуют Для того, чтобы сняли итальянцы Которые приехали снимать наш вывод За полгода до вывода Отправились, значит, в этот, в госпиталь И говорят, ну вот печенье Это печенье ты как бы принес своему другу Который у тебя ранен А потом все вместе, всей палатой, значит, выздоравливающих Мы споем подмосковные вечера У меня, честно говоря, отношения, конечно Но отказаться было сложно Начальник политотдела, творчества, вот это вот все А итальянцы, они ребята практичные, простые Не надо гасить сигарет Курить естественней, но Присядьте на лавочку эту Отлично снимаем кино Шустрят итальянцы заранее На пленку ложится сюжет О том, кто на пылоде ранен Хотя еще вывода нет О том, кто последним на пылоде ранен Хотя еще вывода нет Устроили елки, смотрели Улыбка для кадра вопрос А вам итальянские мили Встречались, увы, довелось Я на итальянке рванулся Саперы ее не нашли Боец глубоко затянулся Взглянул на свои костыли Боец глубоко затянулся Взглянул на свои костыли Вот еще одна такая песня Мне все время На протяжении службы в Афгане Был вопрос Ну как так? Мы там в Афгане Мы помогаем И вдруг Значит Бывало такое Что расстреливали кишлыки Откуда шел огонь Там где заседали Гушман Но тем не менее Вот И однажды Я встретился с комнистом Который Перенимал у нас Забирал у нас Принимал секрет Связь Вот И он очень хорошо говорил С небольшим акцентом И забил мне губ Я забыл Ну бывает вылетает Так что Ой сейчас забыл 14 по моему странам Танте нападало На Советскую Республику А он знал точно И я как бы под кузней Вот И тогда я им Стал этот вопрос Сел напротив Мусульманин В доску свою Акцент Давно Просчет Не берут Пусть не наша Вера Пусть не наша Форма Веры Другой Предложил ему Такую Игру Пусть не наша Форма Веры Другой Предложил ему Такую Игру Предположим я Буржуйская Масть Я из штатов И спрошу Напрямки Почему Когда народная Власть Артагон Советов Жрет Кишлаки Но почему Когда народная Власть Артагон Советов Жрет Кишлаки Что же Ярко Улыбнулся Сосед А помнишь Как у вас Гражданская Шла Нынче Нынче Север Не всеми Воспет А ведь Он хороший Сжег Юг Дотла Нынче Север Не всеми Воспет А ведь Он хороший Сжег Юг Дотла Есть Афганский Свой Пример У меня В кишлаке Собрались Банд Главари И кишла Тот Окружил Лабраня Препродуктор Выходи Говори И кишла Тот Окружил Лабраня Препродуктор Выходи Говори Но не вышли Главари На заварок Всех же Смирных Мирных Взяли В залог Ждали Долго А потом Посопля Дать пришлось Не только Им Главаря Мы Ждали Долго А потом Посопля Дать пришлось Не только Им Главаря Всем Кто Выжили В Громеш Главаря Волю Сахара Муки Сухари А вокруг Как Весенне Саду Смех И без Больше Нет Главарей О любви Однажды Однажды На РТР Или Россия Один Такая Передача Была От Эббата И однажды Они решили Повысить Свой рейтинг И снять Передачу О сексуальных Проблемах Ну Конечно Они сделали Клип На песню Тебе случайный Вот Они позвали Из нашего же Университета Послали Пригласили Специалиста По этим вопросам Значит Полнегаз У нас будет Хотя Очень Консервативно Все Относилось Все наше Руководство В данной теме Хотели Пригласить Настоящих Значит Жриц любви Но оказалось Дорого Посадили своих Сотрудниц Спиной И сотрудницы Разговаривали Значит Эти офицеры Как из анекдота Духсары денег Не берут Что уходят Не оплативший Услуг Там и все Значит С такой Прямо Не подели Горяч Они рассказывают И Пустили клип На эту песню Было еще Капитанских Погонов Пришел Когда Сидел Академию Я не знал Что эти передачи Смотрит народ Вообще Все Меня окружили Жмут руки Мои слушатели Молодцы А Там еще У меня был Такой вопрос А как Вы относитесь К ППЖ Я Голом Я там Развернул Что в Афганистане Как и во всей Жаке жизни Там Между Да и Нет Огромное Пространство Вообще ППЖ Это обидная Кличка Мы так Не называли Никого Вот Говорю Ну Заприкосновение Гениталию Была Коронная Фраза Это В любви Не последнее Дело Но ведь В любви Я на этом Заканчивал Вот за это Мне жали руку Вызвал К себе Курсовой Который На два года Старше Меня И говорит Вы что Русский язык Не знаете Я считал Что я чуть ли не Выматерился Его дочка Спросил Посадил Семью Слушатель Его слушатель Бай Вот И говорит А дочь спросила Папа Что такое Гениталия И он Не смог Объяснить Этой девочке Значит Что такое Гениталия Я вот Потом Когда я уже был В границе России Центральной пограничной Газете Я вообще Завел Там У нас была Свободная Такая Рубнику Специальную Завел И попросил Лешу Адамова Сейчас он Имеет Целый Там Канал Частный Вот Нарисовать Объем В отделе культуры Карикатуру Третья карикатура Получила Значит Жизнь И в газетах Вышла Стоит подполковник Перед ним Девочка С куколой В руке Спрашивает Папа Что такое Гениталия Он ей отвечает Это Один Напальный Пограничник Который Из Из-за Чайки Ушел Он каким-то Образом Прошел Через все Кордоны И повесил Прямо Перед Его Кабинетом Это Большой Разворот С картинкой С фамилией С этой Рассказом С этим Но он Потом оказался Уже Начальником Факультета Моего Сына Но К чести Его Он сказал Увидел Меня Разулбался Говорит Друзья Мои Говорит Это Михаил Михайлов Он знает Меня Как с Хорошим Так и С плохой С Стихотворение Я прочитаю Эту Песням Не надо Было Много Домыслов Досужих И Сейчас Порой Щекочет Слух Говорит Вот Вот Ни За За Те Глаза Что Рядом Мне Чем Дальше Тем Дороже Ты Ты Любая Со Случайным Взглядом И Твои Случайные Черты Вместе Мы Из Временного Мира Шли Домой А дом Делил Житье Нам По Семьям Нашим До Квартира Им Ж В Одиночество Своё Последняя Моя песня Первого Отделения Спасибо Значит Вот В этом Нашем Разговоре 23 Февраля Я Это Наверное Может Единственная Песня Которую Игорь Не Слышал Афганской Посвященной Афганистану От Меня Вживую А Ему Юрий Исеч Переслал Видео И Он Такой Очень Выразительно Сказал Об этой Песне Я даже не знал Какое название Придумать Вот Они придумали Название Что это Песня О нашем Поколении Вот Такая Заявка Конечно Свет Вечерний И радость Негромкая Проливается В душу Мою А вблизи Колоколинка Звонкая А вдали Пароходы Поют Уважаем Плывущего Перинга По Вестешним Морям Мечтам Я и сам Отрывался От берега Возвращаясь К родным Берегам Я и сам Отрывался От берега Чтоб Чтоб Вернуться К родным Берегам По Утрам С пионерской Зорькой Наш призыв Поднимался И креп Жизнь Казалась Незык Лимостой Каю Как Шестнадцать Копеечек Хлеба Эти Ног Нам Ручки Грядущие Но Обнявши Дети Жену За Гордон Гарнизоны Поющие Улетали В чужую Страну За Гордон Гарнизоны Поющие Улетали В чужую Страну Здесь И почта И свет С Перебоями И Девчон От Большой Дефицит Пол Афгана Ходила Героями Не Увели На Героев Любит Не Скупилась На Красные Звезды Нам Обосметные Звезды Страна Вместо Нас Подома Нашим Розданы Краснозвездные Те Ордена Вместо Нас Подома Нашим Розданы Краснозвездные Те Ордена Только Тянет Нас Радость Негромкая Колоколин Голос Живой С Юга Були Глинями Лонгами Возвращаются Души Домой АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие Первое деление У нас Закончилось Вот Предлагаю Вам налечь На припасы Через Через сколько Через 10 Через 15 Ну как скажите Ну сколько Лонгами АПЛОДИСМЕНТЫ Немного